Привет всем, с вами Резмитрий Ророшенко. Сегодня рассмотрим вопрос, касаемый гражданства Российской Федерации. На заседании Комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросом общественных и религиозных объединений рассматривался законопроект, направленный на защиту прав лиц, которые проживают на территории Российской Федерации, имеют семьи, платят налоги и другие платежи, в отношении которых было принято решение об установлении факции о отсутствии гражданства Российской Федерации. Таких категорий граждан очень много. Значит, данный законопроект предусматривает предоставление права на получение гражданства Российской Федерации лицам, которые российский паспорт был выдан до 1 января 2010 года, и в отношении которых впоследствии было принято решение об установлении факта отсутствия гражданства Российской Федерации. И российский паспорт был изряд или признан недействительными. Как я уже сказал, такой категории граждан очень много, и они не могут добиться того, чтобы они были признанными лицами без гражданства и в то же время не могут получить российский паспорт. И, как я уже сказал, речь идет о тех лицах, решение о приеме у гражданства, которых также никогда не принималось. Российский паспорт был выдан ошибочно, либо первичные документы, подтверждающие право гражданства Российской Федерации, были утрачены, в том числе и по вине сотрудников, например, миграционной службы ФМС. При этом такие лица длительное время проживают на территории Российской Федерации, исполняют обязанности гражданина Российской Федерации, и тем самым имеют право быть признанными гражданами Российской Федерации. И в соответствии с законопроектом до 1 января 2025 года такие граждане, лица имеют право подать заявление о признании их гражданами Российской Федерации без выполнения каких-либо дополнительных условий и дополнительных документов. Следует отметить один нюанс, что данный законопроект не распространяется на тех лицах решение о приеме в гражданстве, которое было отменено по решению суда, то есть в судебном порядке, в связи с предоставлением подложных документов, либо заведомо ложных сведений, так как здесь имеется состав преступления, и на таких граждан данный законопроект не распространяется. Я думаю, что это очень положительная позиция комитета, потому что данный комитет будет доклад на законопроект в Госдуме, а также отличная новость для тех лиц, которые паспорт был выдан до 1-го дня 2010 года, но в отношении которого было принято решение об усыновлении факции отсутствия гражданства Российской Федерации, а также которым российский паспорт был выдан ошибочно. Так что я думаю, что это положительная новость, будем ждать решения в первом чтении Госдумы по данному законопроекту. и посмотрим, какие будут изменения уже при рассмотрении в Государственной Думе в результате чтения и рассмотрения на заседаниях. Спасибо, что вы посмотрели данное видео. Подписывайтесь на канал, поделитесь этим видео с другими, чтобы они также получили информацию, потому что таких лиц на территории Российской Федерации десятки тысяч, я думаю, что это будет для них актуальная и положительная новость. Всего доброго вам, успехов!